Здравствуйте! Еще раз давайте немножко практически поразбираемся по созданию алгоритмов и рисованию блок-схем. В первую очередь давайте попишем алгоритм. Любой алгоритм, первый шаг начинается с начала. Потом идет второй шаг. Второй шаг – это уже получение какой-то информации. Допустим, мы делаем крошечную программу, которая будет вычислять возраст, и если человеку нету 18, не пускать его дальше. Соответственно, первое – мы выводим вывод запроса. Или вывод текста. Текста. Введите ваш день вашего рождения. Смотрите, это однозначное действие, правильно же? Мы его как-то по-другому выполнить же не можем. Согласны? Поэтому это один полноценный шаг. Но получение этой информации – это следующий шаг уже. Это ввод даты от пользователя. Это тоже однозначный шаг. Четыре – отнять год рождения от 2020 или от этого года. Пятый шаг – это проверка. Отнять год рождения от этого года и записать в переменную. Допустим, переменную year. Теперь следующий шаг. Проверяем, 18 есть или нет. Если year больше 18, то шаг какой-то. Пока пропустим, потому что мы не знаем, какой. Иначе шаг тоже пропускаем какой-то. Сейчас мы выставим, какие шаги. Шестой шаг. Это сюда мы идем, скорее всего, вот отсюда. Шаг 6. То есть, если больше 6, то… Скорее всего, вот так. 7, а здесь 6. То есть, смотрите, если 7 шаг, то мы выходим из этой проверки. А если… То есть, здесь будет выход. Конец. А если 6 шаг, то мы пишем. Вывод текста. Вам… Вы несовершеннолетний. И вам нельзя использовать эту программу. Я бы сделала седьмой шаг. Выход из системы. А здесь конец. И здесь меняем. Иначе… А, вот здесь вот. Не седьмой шаг, а восьмой. И получается, смотрите. У нас, возможно, два развития событий. Начало. Вывод текста. Введите день вашего рождения. Дальше. Пользователь вводит данные. Дату. Потом отнимаем год рождения от нынешнего года. И записываем в переменную. Потом эту переменную проверяем. Если она больше 18, число это больше 18, то выходим на конец проверки и дальше выполняется программа. Это у нас функция такая. Мини-программа на проверку. Иначе шаг 6. То есть, если он несовершеннолетний, то переходим на шаг 6, где выводим текст о том, что ему нельзя пользоваться этой программой и выходим из системы. Не из программы, а вообще из всей системы. И заканчиваем программу. Понятно? То есть, грубо говоря, если у нас ему больше 18, то заканчивается только эта программа, а в системе он продолжает работать. А если ему меньше 18, то мы выходим из системы и заканчиваем эту программу. Понятно? Теперь давайте возьмем вот этот алгоритм словесный и прорисуем его как блок-схему. Сначала у нас идет блок «Начало». Да? Потом идет стрелочка вниз и вот вывод текста. Да? Сейчас. Здесь нет такого блока. Придется вручную рисовать. Так, и здесь пишется введите дату. «Начало». Дальше. Следующий тоже блок вот такой. Почему? Потому что мы должны ввести информацию. «Начало». Да? Вводим. «Дата». Так, и стрелочка. Дальше у нас что? «Начало». Ввели текст. Ну, вывели текст. Сначала. Потом ввели дату. Потом надо выполнить вычисление. Да? Отнять. Это значит, что мы используем прямоугольный блок. И значит, здесь пишем year равно 2020 минус, грубо говоря, дата. подождешь немножко? Я почти закончила. 10 минут. Дальше мы делаем блок «Если». Вот смотрите, видите, у нас тут места уже не хватает. Да? Нам надо переноситься дальше. И значит, мы будем использовать сейчас блок «Коннектор». Да? Сделаем вот так. И здесь пропишем циферку 1. И делаем, допустим, вот сюда. и прописываем циферку 1. Так. И рисуем дальше. Вот смотрите, мы начало сделали. Вывод текста. Ввод текста. Отнять. Теперь нам нужно прописать условия. У нас блок. Вот такой. и рисуем сюда стрелочку. Так. И пишем. Year. Сравниваем больше или меньше 18. Так. Из него делаем стрелочку. Одну стрелочку вот сюда. на куда? На выход. Здесь пишем конец. И вот здесь надо подписать. Если. Да. Это стрелочка «Да». Это стрелочка «Да». Так. Нам осталось вот эти шестой и седьмой шаг прописать. Правильно? Шестой и седьмой шаг. Один вывод, другой действие. Соответственно, делаем блок вывода. И блок действия. И прорисовываем стрелочки. Так. Здесь немножко криво получилось. Лучше прорисовывать прямее. Чтобы красивее все это было. И здесь прописываем. Нельзя. Так. А здесь выход. Выключение. Выкола систему. Действие. Так. И здесь надо прописать, что это нет. Вот я бы единственное... Немножко сделала. Введите дату. Введите дату. Понятно? Как писать алгоритм и как писать блок-схему? Вот здесь мы, видите, использовали почти все блоки, которые надо. Единственное, что вот этот выключить систему, да, не совсем понятно. И это, скорее всего, не просто действие, а, скорее всего, функция какая-то. Поэтому, наверное, здесь правильнее использовать вот такой блок. А значит, что для такого блока нужно прописывать еще одну блок-схему. Да? Вот она будет выглядеть вот так. Сначала вот такой блок. Туда же. Вот такой блок. В котором будет написано «Выключить систему». Да? Там будут стрелочки вниз, в которой тоже будут какие-то действия вот здесь. Да? Тут действия какие-то будут. И потом оно будет все выходить на блок. Конец. Да? Просто нам из-за того, что у нас нету понимания, что это за система, сложно продумать, какие действия там будут. Правильно? Ну, это будет примерно вот так. То есть, вот смотрите, у вас блок-схема основная, где есть функция «Выключить систему». И эта функция «Выключить систему», она отдельно прорисовывается отдельной блок-схемой, отдельным алгоритмом. И, соответственно, вы идете по этому алгоритму, идете, 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 попадаете на «Выключить систему». Здесь вы переключаетесь на эту блок-схему, идете по ней, идете, выходите на конец, и возвращаетесь сюда после блока «Выключить систему». И идете уже на конец этой программы. Понятно? И видите, здесь все правила соблюдены. И правила по алгоритму, что там алгоритм заканчивается, что у него все шаги четко определены. Если вы заметили, то в один шаг я не засовывала несколько действий одновременно. Каждый шаг – это одно какое-то действие. Допустим, вывод текста пользователю и ввод информации от пользователя. Это два разных шага. Потом там есть перескок, например, с шага пятого идет при определенной ситуации переход на шаг конец. При другой ситуации идет переход на шаг пять. То есть в некоторых ситуациях шестой и седьмой шаг перескакиваются, пропускаются. Но если, допустим, у вас в блок-схеме на элементе, то есть на стрелочке, да, были бы какие-то действия, то здесь был бы не выход на конец, а выход на какие-то шаги. И значит, вот здесь вот в седьмом шаге было бы выход из системы, запятая выход из системы, и шаг восемь был бы переход на шаг, допустим, десятый. То есть еще один перескок. То есть если у вас вот после ивки и с одной, и с другой стороны есть действие, то у вас, значит, в алгоритме тоже есть перескок один между шагами и перескок другой между шагами. Понятно? Теперь вы сможете для своей программы прописать алгоритм? Причем, смотрите, Торихан, если вы хотите делать компьютерную игру, в том числе и для диплома, допустим, то вы можете уже сейчас продумывать алгоритм действий в вашей игре в разных ситуациях, на разных экранах. То есть у вас игра же, она состоит из нескольких экранов, и на разных экранах может происходить какие-то разные действия. И вот вы можете для каждого экрана, для каждого части прописывать вот так вот алгоритм, желательно в виде блок-схем, чтобы вам потом можно было в том же дипломе это сразу делать. Понятно? Вот. По практике я вам показала, как прописывать алгоритмы, как писать блок-схемы. Вы в практической работе будете это делать. И со своей стороны я сегодня, в общем-то, все, что собиралась, вам пообъясняла и дала. Если какие-то вопросы есть, может быть, по дипломке или по сегодняшней теме. Я могу взять на диплом тему, например, программирования на определенном языке? Может, на питоне или секретную? Надо конкретную задачу взять. И создание программ на питоне? Нет, смотрите, создание программы на питоне, питон – это инструмент. А вам нужно придумать задачу, для чего эта программа. Это может быть компьютерная игра на питоне, да? Или программа для ведения домашней бухгалтерии на питоне. Или, допустим, программа для хранения рецептов на питоне. Или программа для работы с базой данных на питоне. То есть питон, видите, это инструмент. Питон про инструмент вы можете в теме диплома даже не заявлять, вы просто делаете его на определенном языке. А тема диплома – это конкретный проект, то есть конкретная задача, которую надо сделать. Это аналогично той практической, которую я вам задала на этом предмете. То есть сформулировать, что надо сделать, для чего вам эта программа, чем она должна помочь. Понимаете? То есть игра, она тоже решает какие-то проблемы. Она решает проблемы развлечения. Так? Но на самом деле можно сделать компьютерную игру, которая не только решает проблему развлечения, но имеет и какой-то еще воспитательный момент или образовательный момент. То есть диплом должен решать какую-то проблему. А написание программы на каком-то языке – это не проблема, это инструмент, это действие. Но я вам говорю, сегодня, прямо сейчас мы закончим. Напишите в группе,